Вечернее поджество, предперевод сна, мол, работал утром, днем отдыхал, а вечерний шеер Мех тебе еще предстоит, прогуглил, Мех, азербайджанский язык, кратковременный несильный ветер в летние дни в Зангелане. Возникает 2-3 раза в день, связан с дневным прогревом почвы и развитием турбулентности. Шеер – английский язык, сдвиг, срез, скалывание, поперечная сила, ножницы. Во сне мне было сказано, тебе еще предстоит шеер Мах, ты не мехитун, но в том твое предназначение, в старости. До оформления пенсии оставалось без малого 9 месяцев, ровно 8 лет тому назад. Посмертная компиляция, прекрасное выражение. Я, кстати, сейчас погуглил и выяснил, что по случайному стечению обстоятельств именно это словосочетание использует применительно к воле к власти Эрдж. Холлинг дел в моей любимой биографии Фридрих Ницша. Трагедия неприкаянной души. Сегодня время для новой идиомы. Сикстин инженер Сонзе Дэтмен Эс Билд, 16 инженеров построили мертвеца. Во сне мне была передана древняя идиома. Тебе еще предстоит свой собственный шеер Мах, посмертно сформулировать эту идею самостоятельно я бы не смог. Размазанная разнотравьем по живым языкам, она подарила новокачественное определение, типа, даже идя напролом, всегда думай о выходе, иначе станешь 17 инженером, своей собственной смерти, то есть 16 вражен уже хотят моей смерти и без меня. В принципе, в украинском языке есть аналогичная идиома, тихой сапой, но отловил я ее постфактум на логическом уровне своего земного мышления, поскольку во сне я точно не украинец. Во сне я еврей, потому, что не способен уйти от материнских кодов, но это еще не преступление, но уже точно повод для расширения сознания. Тихой сапой, шеер Мах, мы сами выстраиваем себе некие подмостки жизни, где пробуем совершать либо не совершать наши неприглядные или приглядные, открытые или скрытые поступки, под которыми все время скрипят перекошенные пружины нашей гадкой реальности. Кто-то неумный прогнозирует национальный коллапс, кто-то уже плетет цепкий араб не кнарьяных да неумных, переосмысливает потерянную навсегда власть, и при этом маленький человек не берется в расчет. А зря. Студент-еврей Городницкий, расстрелянный в косом Капонире, завалил из обреза премьер-министра Царской России в Киевском оперном театре. Киевском. Киевский отчисленный из политеха студент Королев осуществил все первые запуски по советской космической программе с 1957 по 1966 годы, а киевский изобретатель Игорь Сикорский усовершенствовал вертолетную двухосевую схему Юрьева образца 1911 года. Однажды займу свою строчку, и я в бесконечной истории весьма мрачноватого вечного города, и как знать, по какой мерке станет он меня мерить. Я вот в Берлине в 2013 году, в ноябре жаловался самому Зямя Фройду о всех тогдашних нескладухах. Он был вежлив и молчалив. В музее мадам Цусони шибко поговоришь. Не принято. Экспонат. Но все же, чистомысленно он мне ответствовал, а я грузил его всяческой билибердой. Напрягал, да не тем, и не так. А то бы он мне что-нибудь доповедал. Вот и сейчас является по ночам. Репу чешет и упрекает схоластов, не прошедших через его боль. Он так много слушал своих пациентов, что к старости у него стала отваливаться нижняя челюсть, и в поднебье завелся рак, который изжил старика Фройда с земли в 1942 году в закамуфлированно затемненном Лондоне. Я теперь понимаю, что ему Лондон, что мне Париж, но если бедлам в стране не прервется, черт меня знает, а вдруг рванусь в Александры Матросовы. Зяма Фройд то и дело вздыхает, надо ли. Но вот рожи всей этой свора видеть уже не могу, и как знать, а вдруг это коллективный Грегор Александра Матросова, который уже в прыжке. Что скажете, доктор Фройд? Сегодня вечером ехали домой метрополитеном, скажем, с подола на Петровку. Крупный мальчишке лет 20 и с дорогой электрогитарой и нотами из конца выпал грузный едва ли не на руки моей жены. Успели подхватить я и молодой полицейский, возвращался со службы. Вынесли, усадили на станции на скамью, разговорили. Этим летом не первый обморок. Лицо серо-зеленое. Сегодня он день проголодал, и вчера, и пару дней накануне. Власть перешла грань дозволенного. Парня повели сердобольные барышни на подкормку и доставку домой. Были и полицейский, и дежурная по станции, и семь пачек валидола с разных рук. А где была ты, власть, с твоей непомерной удавкой-коммуналкой? Вечерний свет, рассеянный овсет, подольское кафе, седая просить лет. Я выбрался в потерянные дни, где больше нет рассеянной молвы. Я, свет у светозарного ручья. Сей свет размыто смотрит сквозь меня. На раны те, которых нынче нет. Они во мне как завтра трафарет. Трудности перевода, а кто-нибудь переводил какие-нибудь книжки? Какие можете дать советы по эффективной организации работы? Особенно если несколько переводчиков участвуют. Интересует в первую очередь перевод технической литературы, но можно и опытом перевода художественной поделиться. Хотя, перевод – дело индивидуальное. При переводе же художественной литературы, да и художественной публицистике всегда помните о переводе через душу.